Друзья, в эфире телеканала Freedom Команда 1, президент Медиа. Я, Катерина Нестеренко, буду в ближайших несколько часов с вами в прямом эфире. Мы будем продолжать говорить о предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. Для того, чтобы разобраться в последних нюансах, что происходит, заявления кандидатов, реакция, настроение в обществе, для этого мы пригласили в наш эфир Юрия Рашкина. Это депутат окружного собрания округа Рок в штате Винсконсин, ведущий YouTube канала Рашкин Репорт. Я вас приветствую. Приветствую вас, Катерина. Большое спасибо за приглашение и слава Украине. Героям слава. Юрий, не могу не спросить про ваш головной убор. Это что-то особенное? Да, вы знаете, я только что приехал из Украины, где я посетил Крывку и был в Киеве, во Львове. В первый раз оказался в Украине. Два с половиной года говорю про Украину, и мне стало очень интересно. И решил съездить, и очень рад, что съездил. И вот такое теперь, я не знаю, анти-Рашкин, америкашкин, украишкин, Рашкин репорт. Вам очень идет. Давайте вернемся к тому, что происходит на предвыборной площадке в Америке, поскольку тема действительно важная и она будет влиять потом на весь мир. Насколько понятно, то сейчас кандидаты, они поменяли свою риторику, поскольку если раньше говорилось о том, что у Трампа был козырь, да, это возраст. С появлением Камалы Харрис тема возраста отпала, но поменялась риторика у Трампа, соответственно. И он теперь заговорил о том, что санкции, что он не будет Россию давить. Он даже заявил о том, что знает, как войну закончить. Это не секретный план уже, а нефть по 40. Как вы считаете, это изменение риторики, это предвыборные обещания, либо Трамп озвучивает то, что он собирается сделать в случае своей победы? Трамп достаточно четко говорит, что он восхищается Владимиром Путиным, что он поддерживает, что он считает, какой он гениальный, и что курская операция, насколько это опасно, считает Трамп, потому что это может с точки зрения Трампа привести нас к Третьей мировой войне, и не так, как об этом думает, я не знаю, а так, как об этом думает Трамп и его обыватель, которым он пытается запугать угрозы России, с которой он считает, Украине срочно нужно договориться. Но мы видим, что у Трампа сейчас печальная ситуация. Он по опросам уже сейчас отстает на 6%, по последним опросам, а это выходит за пределы статистической погрешности. Поэтому он меняет позиции на ходу, он пытается переобуться на лету, потому что он понимает, что он летит вниз. И в этом полете он срочно пытается найти любые туфли, или парашют, который сможет ему как-то приземлиться в этой ситуации. И это особенно заметно, когда он обсуждает ситуацию с абортами и правами женщин, когда он теперь говорит, что 6 недель это недостаточно, нужно больше недель. Он пытается вот найти методом тыка тот момент, когда люди перестанут говорить, что он такой ужасный, потому что он против абортов, потому что ему все равно. На самом деле ему просто хочется избраться, потому что если он не избирается, то, во-первых, ему будет вынесение одного приговора в середине ноября, который перенесено, ему должны были вынести приговор раньше, а сейчас будет приговор вынесен попозже, чтобы это было после выборов. Надеялись республиканские политтехнологи, что это поможет ему, он получит сейчас какой-нибудь там приговор, и все вокруг него сплотятся. А вот не получается. Теперь, значит, ему нужно придумывать любые темы, которые могут понравиться избирателю. Посмотрим, что он скажет во вторник. На дебатах это будет очень хорошая последняя в каком-то смысле у него возможность доказать, что он что-то из себя представляет, потому что, как вы сказали, дебаты сыграли ключевую роль, и мы видим, что теперь у нас другой кандидат. И, понимаете, американцы, как бы у них есть чувство, что мы хотели, чтобы Байден снялся. Байден снялся. И Байден сказал, теперь демократия в ваших руках. И мы как бы чувствуем, что мы как бы владеем, что вот эта Камала Харрис, это вот наша. Вот мы попросили, мы получили. И поэтому, мне кажется, что требования от нее на дебатах будут слегка другими. И сейчас все занижают эти требования. Посмотрим, что получится. Ожидания занижаются. Но от Камалы Харрис у нее есть хороший шанс набрать много очков на этих дебатах. А для Трампа это хорошая возможность много очков потерять. Путин недавно озвучил, что теперь он поддерживает Камалу Харрис. У Путина есть разные версии и понимание ситуации. Они не всегда соответствуют реальности. Но как вы считаете, почему Путин сделал такое заявление? Что это был за шаг? На что он был рассчитан? И что бы ответила бы Камала Харрис Путину, если бы имела такую возможность прямо сейчас? Ну, во-первых, он это говорит либо от страха, либо от отчаяния, либо потому что врет. Потому что это Владимир Путин. Я не знаю, почему мне это нужно объяснять в Украине, но Владимир Путин врет. И когда он заявляет, что он поддерживает Камалу Харрис, а мы знаем, что он активно помогает сейчас Трампу избраться, ну, знаете, как говорит президент Байден, не говорите мне, что вам важно, а покажите ваш бюджет. А бюджет российский уходит на то, чтобы повлиять на американские выборы. Только что еще остановили новую компанию консервативных блогеров, которые были в Теннесси, которые абсолютно финансировались Кремлем. И представьте себе, что они говорили. Они говорили именно соответствующие вещи, что нужно срочно прекратить помощь Украине и вообще извиниться перед Россией. Так что вот такого типа месседжей мы сейчас слышим от республиканской партии. И я не понимаю, как в этом можно видеть что-то, кроме, ну, вот это то, что они есть. А если Путин делает такие странные заявления, знаете, Трамп пытался разжечь еще один пожар, сказав, что Камалу Харрис непонятно, то ли она индуска, то ли она черная. И он это заявил перед черными журналистами, чем взбесил просто всех. И ее спросили, а вы что думаете по этому поводу? Она сказала, а это старые игры и двинулась дальше. Потому что отвечать на этот позор галимо. Понимаете, отвечать на позор Путина галимо. Надо просто говорить, что это старые игры. И я, например, доверяю разведсообществам США, а не Путину. И если разведсообщества говорят, что Путин и Кремль сейчас вмешиваются в наши выборы, потому что они хотят, чтобы Трамп выиграл, то это для меня намного более важно, чем то, что говорит по этому поводу Владимир Путин. И то, что Владимир Путин сейчас делает, он думает о безнаказанности. Потому что какая разница, Трамп выиграет, Трамп проиграет. А сейчас, мне кажется, Соединенные Штаты имеют очень хорошую возможность наказать Владимира Путина, передав Украине большее и лучшее качество и количество оружия, чтобы послать месседж Владимиру Путину там, в том месте, в котором он понимает. Через еще большую поддержку Украины и еще большую поддержку ЗСУ. Вы знаете, могу только добавить от себя, что Камана Харис очень красивая женщина и очень, кажется, уверенная в себе, сильная. Но перейдем, вот вы упомянули о том, что российские деньги, они влияли на американских политиков и доносились определенные нарративы. Вот в частности, Кирби прокомментировал санкции, наложенные на российскую государственную медиасеть Russia Today за кампанию по попытке влияния на американские выборы в 2024 году. Вот, по мнению Кирби, угроза вмешательства России в выборы сейчас изощреннее, чем в предыдущей избирательной кампании. Я читала статью, мой материал сегодня об этом, но я не помню, была ли тема НАТО там среди этих нарративов. Вы не помните? Вот сама тема выхода из НАТО, она близка американцам? Она близка избирателям Трампа. Тут надо очень конкретно понять, что те люди, которым платили за то, чтобы они продвигали эти нарративы, уже были готовы продвигать эти нарративы, потому что их продвигает Трамп. Только теперь им за это еще и платили, и они могли какое-то время делать вид, что они не знают, что им платят из Москвы, хотя уже всплыли месседжи, где они знали. И есть большая разница на Западе между людьми, которые являются полезными идиотами, не зная того, что не являются полезными идиотами, и люди, которые являются оплаченными, проплаченными идиотами. И я очень рад, что для меня, например, как для избирателей, в общем-то не важно, есть ли это плачено, не оплачено. Я знаю, что это дезинформация, это все. Но я очень рад, что для Ютуба это имеет значение, что Ютуб сейчас стал прикрывать, прикрыл несколько каналов этих достаточно популярных консервативных вещателей, потому что они финансировались Кремлем, а для Ютуба это оказывается важно. Так что в каком-то смысле, я думаю, это посыл всем, ну и русскоязычным влогерам, которые, возможно, работают на деньги от Кремля, что поосторожнее, потому что можно, особенно если вмешиваются в американские выборы, потому что тут можно вообще канал потерять. Это, знаете, это последствия. Последствия — это очень важная составляющая, которой в русском мире иногда просто не хватает. Поэтому я рад, что Ютубу это важно, и Ютуб по этому поводу что-то делает. Да, совершенно с вами согласна. Юрий, вот еще какой вопрос хотелось бы подробнее разобраться. Вот эта сеть, которая работает, о которой мы с вами говорим сейчас, каков был механизм? Что использовали в качестве инструментов для распространения российской пропаганды на территории Соединенных Штатов? Это какие-то сайты-клоны, искусственный интеллект. Что это было конкретно? Ну, тут есть разные моменты, потому что есть момент, когда проплачиваются инфлюенсеры, и инфлюенсеры потом где-то выступают, они являются частью других каналов, они все, значит, контент этот явно ставится в разных местах, и если это совпадает с тем, что хочет Трамп, и еще более яро, чем Трамп бы это сказал, потому что им за это активно платят, то они таким образом проталкивают нарративы, которые хочет Трамп. Это все совпадает. Потом можно говорить, вы знаете, Трамп просто пытается вписаться со своим избирателем. Ага, а кто пропагандирует, кто зомбирует этого избирателя? Вот те же инфлюенсеры на те же кремлевские деньги. Но, с другой стороны, есть еще более такой скрытый момент, который просто сейчас у нас, вот у меня в соцсетях, в Фейсбуке возникает реклама, как было описано в другой статье в Нью-Йорк Таймс, когда у меня, значит, написано, что это какая-то несправедливость с Дуровым, что срочно, или там, что айтишники сейчас потеряют работу из-за Дурова, срочно нажмите сюда. Если нажать туда, то мне дается статья, которая выглядит, как будто она из голоса Америки. А на самом деле, когда на эту статью нажимаешь, тебя доставляют еще на рекламную статью, то есть тупик. Это российская пропаганда, которую вот нам так засылают информацию, пытаясь повлиять на выборы любым способом. И просто сейчас очень важно, хотя люди, в общем-то, понимают, что это не первый раз. Россия пытается всегда вмешаться в наши выборы. Но тут очень важно предупредить избирателя, чтобы потом избиратель не мог сказать. Нам никто не сказал. Как? Вот, пожалуйста, генеральный прокурор говорит об этом, Нью-Йорк Таймс об этом говорит, это на новостной ленте. Вы все были предупреждены, дамы и господа избиратели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!